Всем привет, меня зовут Вестл. Ты хотел завладеть миром, а я помешал. Это в моем духе. Вот мы наконец-то и подобрались к последнему сезону приключений диснеевского Человека-паука из мультсериалов. Про данный проект давайте смело забудем, ибо мы не его целевая аудитория. По крайней мере я надеюсь, что большинство из вас здоровые накачанные мужики. Создатели нагнетали хайп вокруг третьего сезона, причем довольно приличного уровня для этого мультсериала. Обещали, что исправили ошибки, потянули анимацию и завезли цельную бесфилерную историю на весь сезон. Причем именно за счет злодея. Они решили сделать акцент на Веноме, назвав сезон Максимум Веном. Когда мы его ждали, появлялись даже мысли, что данная арка будет чем-то напоминать Web of Shadows. Куча игрушек, постеры с веномизацией персонажей, а также заявления создателей, внушали уверенность чего-то культового и незабываемого. Да и с таким злодеем, казалось бы, нельзя налажать. Завершающий сезон и самая масштабная арка среди мультсериалов про Человека-паука? Да ну, я бы так не сказал. Сегодня нам с вами предстоит разобраться, смог ли Максимум Веном продолжить позитивную тенденцию второго сезона. А также достойно справиться с завершением мультсериала. Ну и конечно, мы проверим на прочное заявление создателей. Да, была информация, что это последний сезон и вроде так оно и ощущается. У меня есть ответ, почему? Информации, что будет четвертый сезон не было. Поэтому пока что давайте считать, что продолжение не планируется. Я знаю, как сложно сейчас найти себе мощную, качественную и долговечную игровую машину. Причем такую, чтобы она тянула все передовые игры, программы для дизайна и монтажа. Но при этом смотрелась невероятно стильно и даже премиально. А зачем ее искать, если уже есть Hyper PC Dynamic, в котором процессор Intel последнего поколения, а также ультрамощная видеокарта GeForce RTX 30 серии, обеспечивающие максимальную производительность. А для полного контроля над температурными показателями и стабильной работы, Hyper PC Dynamic имеет водяную систему охлаждения от EK Water Blocks. Так что можете совсем не париться о температурах и спокойно наслаждаться мощью на полную. К тому же представь, как красиво будет смотреться этот красавчик в твоей геймерской комнате и привлекать внимание гостей. Или же зрителей на стримах. Уверен, все на него обратят внимание. Да и ты постоянно будешь наслаждаться идеальным корпусом, в котором, благодаря прозрачной стенке из закаленного стекла, видны все важные элементы машины. И самое главное, что такая мощь находится в компактном корпусе. Так что ты его сможешь поставить в совершенно любое место. Почему лично я выбираю Hyper PC? Во-первых, это официальный партнер киберспортивных турниров, в том числе и Эпицентра. Во-вторых, уже десятки блогеров выбрали себе Hyper PC и весьма впечатлены результатом. Причем я постоянно вижу у моих любимых стримеров девайсы от Hyper PC. Очевидно, что хорошего качества контента они добились как раз благодаря надежной и премиальной игровой машине. И это мне внушает доверие к данному бренду. И кстати, специально для вас, мои подписчики, Hyper PC сделали промокод скидку. Например, на производительную игровую конфигурацию Hyper PC Dynamic можно получить скидку от 10 тысяч рублей. Захочешь новенькую периферию? Не вопрос, скидка распространяется совершенно на все, что будет в корзине. Хватай промокод и переходи на сайт, все уже в описании. Стоит сперва сказать, что это самый короткий сезон. Причем у многих фанатов он вызывает путаницу, ибо в сети можно найти данные, что в нем как 6 серий, так и целых 12. На самом деле, стандартный формат эпизода 22 минуты. Но максимум Веном выпускали сразу по 2 22-х минутные серии. Причем зачастую они были связаны так, что их можно было принимать за одну большую. Так что формально здесь 12 серий, но официально принято считать, что их 6. Да, это сложно. Однако все равно это куда меньше, чем в предыдущих двух сезонах. Ведь в них было по 25 серий, а не 12. Разница больше, чем в 2 раза. И это пошло на пользу. Все филерные эпизоды были убраны, оставив место основной истории. Тут больше не появляются местечковые злодеи, лишь на второстепенные роли. Благодаря этому сезон не разбит на отдельные арки, которые разбавляются скучными филерами. Это и правда цельная история, которая даже содержит в себе несколько интересных сюжетных поворотов. Строится она на трех злодеях. Первый это тайная угроза, который управляет доктором Коннорсом издалека и ставит паучкам палки в колеса на протяжении всего сезона. Второй сам доктор Коннорс. И третий это Веном и его симбиоты. Самое приятное, что они все связаны и в итоге выстраивается общая картина. Не скажу, что это что-то гениальное, так и должно быть в принципе. Но точно скажу, что такой подход это закономерное развитие после шикарной арки с Ото Октавиусом. Создатели поняли, что лучше не делать шикарную арку среди филеров, а посвятить весь сезон одной хорошей арке. К сожалению, Веном не смог достичь уровень Октавиуса и на фоне прошлых событий. Третий сезон смотрится блекло, с точки зрения именно злодеев и накала стросей. Но зато визуально и концептуально он стал и правда на порядок лучше. Добавили больше теней, прорисованные динамичные задники, а также яркие и качественные визуальные эффекты. Ну и само повествование тоже стало более грамотным. Давайте разбирать каждого злодея по порядку. Очевидно, тут будут спойлеры. Начнем мы с Курта Коннорса, которого вы помните по роли ящера. Он выступает главным антагонистом ребят в школе. Сначала приходит в горизонт в качестве учителя, постепенно вытесняет Макса и даже заставляет паучка раскрыть свою личность. Казалось бы, все хорошо, но создателями мультсериала он был нагло втоптан в грязь. Курт для меня это один из самых интересных злодеев Человека-паука. С ним можно обыграть множество различных сценариев, но пожалуй приведу в пример грандиозного Человека-паука. Там он для Питера наставник, нам показывают семью Коннорса, мы проникаемся этим персонажем и его болью от жизни ящера. И даже если он делает какие-то неверные решения, у нас есть повод простить ему это. Здесь же Коннорс это подстилка Осборна, который настолько в кавычках умный, что умудрился не понять его обман. Также этот длинноволосый гений вызволил Венома обратно. Да, возможно это было его планом, но крайне безрассудным, что не свойственно величайшим ученым. Выглядело это так, как будто он просто сглупил. Мне было крайне обидно, что Курт лишь выполнял приказы Нормана и все. Да и потом он просто превратился в ящера и убежал. Офигенное раскрытие и завершение арки культового персонажа. Если все-таки нового сезона не будет, это бездарный слив. А ведь можно было уделить ему чуток больше времени и показать, что же случилось дальше. Кроме этого, стоило добавить и полутонов персонажу. Хороших поступков, сомнений в правильности своих действий, а также финального осознания всей ситуации. В идеальном сценарии для меня, в конце он должен был помочь Паркеру победить злодеев в обличии ящера. А потом с помощью результатов экспериментов Макса с Ви-252 излечить свою болезнь. Новый гоблин создал эту шайку из злодеев-наемников. Это не такие уж и значимые для меня персонажи, так что за их слив было обидно не так уж и сильно. Зато их грамотно вписали в противовес к паучьей команде. Благодаря этому у каждого ее члена имеется свой мотив, они не просто так дерутся с гоблином, а решают свои личные проблемы. Благодаря этому данная битва была эмоционально накаленной. Первый злодей это сестра Ани, и тут особо не о чем говорить. Типичная старшая сестра, которая испытывала дефицит внимания из-за появления младшей. Но у нее хотя бы имеется некое развитие истории. Сильно пострадали Шакал и Рой, которые по совместительству являются дядей Гвен и отцом Майлза. Шакал после того, как был одним из главных злодеев первого сезона, даже не получил никакой адекватной концовки своей истории. Крайне мало времени было уделено ему и Гвен. А это потенциально сильная арка, которая позволила бы раскрыться ей лучше как персонажу и получить наши зрительские симпатии. То же самое касается и Майлза с его отцом. Да, он выяснил, что папа охранял его, став ради этого злодеем. И все. Ничего больше. Ни драмы, ни нормального разговора, ни даже совместной сцены на пару фреймов. Где отец и сын обсуждают произошедшее. Питер говорит, что они вчетвером во всем разберутся как команда. Но этого, на мой взгляд, недостаточно. Данную проблему возможно было решить отдельным сериалом про паучью команду, в котором как раз незаконченные сюжетные линии могли одновременно раскрываться. Но я сомневаюсь, что Дисней пойдут на такое. Сам же Норман стал чем-то средним между Гоблином и Веномом. Приятно, что все это было его планом. Действительно, персонаж получил интересное развитие и, пожалуй, это самая странная версия Гоблина. Но тем не менее, опять-таки, они просто его побеждают за счет всеобщих усилий и на этом все. Тут явно назревал тяжелый, душевный разговор с Гарри. А также лечение Нормана с целью вернуть ему рассудок. И пусть этого и не было, зато во время драки они хоть как-то взаимодействовали. Гарри принял окончательное решение не верить отцу и принять сторону Питера после того, как тот в очередной раз пытался его обмануть. Данный момент правда порадовал. Ах да, забыл сказать, Гоблина тоже слили за одну серию, хотя потенциал был огромный. Имеется ощущение, что создатели настолько пытались укоротить сезон и сделать его цельным, что случайно под нож попали и нужные интересные моменты. Из-за этого кажется, что почти всех злодеев слили, а другие арки недостаточно раскрыты. Ну и последний основной злодей это Веном. И знаете, с ним все хорошо за исключением одного момента. Я думал, что он будет антагонистом на протяжении всего сезона, терзая жизнь Паркера, угрожая его близким, постоянно преследуя и пугая. Но он появляется всего лишь в двух эпизодах, а в нашествии симбиотов прямого участия не принимает. Также, на мой взгляд, его сестер ввели слишком поздно и тоже быстро слили. Я питал интригу, вернут ли Венома в последней серии или нет. Да, он все-таки выжил с помощью Макса Модула, отсюда и такая игра слов. Максимальный Веном. Интересная идея, которая позволила одновременно раскрыть характер Макса с другой стороны, а также показать, как сильно вырос Веном. Такого уж точно никто не ожидал. Он теперь полноценный, самостоятельный злодей. Ему, как таковой, харизматичный носитель больше не нужен. За три сезона из жалкого паразита он стал крутым плохишом. Особенно порадовало, что он имел свой план, а также устроил нам небольшую экскурсию по родине симбиотов. Но и показал огромного симбиотического дракона. Такого в мультах про паука и правда еще не было. И огромное спасибо за сцену с Максом и Паркером. То, как Питер мотивировал Модула победить Венома внутри себя, берет за душу. В итоге Макс снова себя контролирует и принимает ответственность за собственные ошибки. И решает закрыть школу. Очень смелый и взрослый поступок. Это был самый интересный эпизод со всех сторон в сезоне. Драматичный, экшеновый и насыщенный на события. Причем без лишней воды. Сразу видно, что финал. Сама жарка с Веномизацией персонажей получилась достойной. Было интересно посмотреть, как симбиоты захватывают знакомых героев и весь Нью-Йорк. Особенно крут верховный симбиот. Кроме этого, важно было добавить первое значительное поражение Питера. Да, в прошлом сезоне он уже проиграл Отто, но при этом пострадал лишь он сам. А сейчас пострадал не он, а близкие люди и жители Нью-Йорка. Это был сильный драматический момент, показывающий всю боль единственного выжившего. Который не смог спасти дорогих людей. Также порадовало появление лунного рыцаря, который получился весьма харизматичным и интересным персонажем. И тут сработал контраст. Несмотря на свое поражение, Питер продолжил бороться из-за силы и большой ответственности. Рыцарь же отчаялся и отрекся от статуса героя. Можно сказать, что он павший герой. Именно малыш Питера смог растопить его холодное сердце. Хотя тут есть и заслуга тети Мэй. Вот она поражает, пожалуй, больше всех. Официально признаю, что это самая сильная версия тетушки. Которая может и по башке дать, и пропылесосить на потолке. Сражения с симбиотами наполнены экшеном. А также тут появляется Грут, хайп по которому я не очень люблю. Однако малыш получился весьма забавным и сыграл ключевую роль. В общем и целом, можно сказать, что нашествие симбиотов оправдало мои ожидания. По крайней мере, в рамках этого мультсериала. Глупо было ждать чего-то большего. Но безусловно, потенциал у этой истории был огромный. Можно было сделать самый мрачный, драматичный и серьезный сезон. В итоге получилось просто как обычно, но более насыщенно и без филеров. Однако, если сравнивать масштаб, Паучий остров мне показался даже более масштабным событием. А арка Сота Октавиусом остается по-прежнему лучшей в сериале и является его главным украшением и бэнгером. Из-за которого я и советую смотреть Человека-паука 2017 года. И несмотря на незаконченность многих сюжетных линий, а также лишнее затягивание в некоторых моментах, здесь есть то, что нельзя упускать. Классный Питер Паркер. И в последнем сезоне он также не подвел. Во-первых, он показал, насколько сильно уважает своих друзей, на что он готов пойти ради них. Чтобы спасти Макса, Питер рискует и раскрывает свою личность совету школы. Это сильный поступок, на который ему явно было очень трудно решиться. Но сомнений в правильности своих действий он не испытывал. Во-вторых, тут имеется личное развитие. Сначала он мечтал попасть в Академию Мстителей и даже грустил из-за того, что не является героем их уровня. В итоге его признали героем, которому не нужно обучение и пригласили вступить в ряды Мстителей. Однако Питер отказался из-за друзей, семьи, а также Мэри Джейн. Да, наконец-таки появилась любовная линия. Она не содержит ничего лишнего. У голубков нет никаких трудностей в выстраивании общения и тому подобного. Очевидно, они оба друг другу сразу понравились и пошло-поехало. Плохо ли это? Нет, это мило. Мэри Джейн красиво нарисовали, а также добавили ей позитивный бойкий характер. Я рад, что Питер наконец-то нашел девушку. Этого не хватало мультсериалу. В итоге он создал свою лабораторию вместе с командой и Тони Старком. Получается, Паркер полностью наладил свою жизнь. Спас мир, помирился с друзьями, а также основал собственный проект, отгородившись от школы Горизонт. Герои теперь взрослые, самостоятельные и опытные. Так что можно сказать, что данный мульт закончился открытым хэппи-эндом. Все хорошо, персонажи смотрят в будущее и там тоже все будет хорошо. Правда, не без трудностей. Я доволен такой концовкой. Главный герой получил все, о чем мечтал. Поэтому на незаконченность остальных побочных веток можно закрыть глаза. В рамках данного мультсериала история закончена. Правда, еще стоит упомянуть, что некоторые моменты смотрелись странно и нелепо. Первый это новый костюм, который появился в одной серии, либо же в двух. Если считать по 22 минуты. Зачем было его так пиарить, если он тупо слит? Хотя одеяние интересное, как внешне, так и по способностям. Я бы хотел, чтобы Паркер гонял именно в нем. И второй момент это обида девочек на Питера из-за того, что он скрывал свою личность. Ну кайф ему было скрывать, о чем тут говорить и зачем обижаться. А вот арка с Бароном Морда достойна отдельного упоминания из-за взаимодействия Майлза и Стрэнджа в зеркальном измерении. Такой тандем весьма нестандартен. Да и спор у них был интересный. Магия или наука? К моему сожалению, создатели нащупали правильную формулу лишь к третьему сезону. Сериал ни в коем случае нельзя было заканчивать, ведь четвертый сезон получился бы явно лучше. Возможно настолько, что данный проект нравился бы всем фанатам. Лично я хочу, чтобы произошел таймскип до колледжа и нам показали более взрослую жизнь знакомых персонажей. То есть мягкий ребут, который позволит немного сменить стиль, а также рассказать новые истории. Но вряд ли мы такого дождемся. Надеюсь, что новый мультсериал про Человека-паука возьмут под свое крыло более опытные специалисты, чтобы мы сразу получили годноту. Ну а про 2017 нельзя сказать, что это плохой мультсериал. Да, он не без минусов и содержит крайне много спорных моментов. Но при этом в нем есть плюсы, которые позволяют выделяться на фоне других. Он достоин просмотра как минимум из-за нескольких арок, а это уже что-то дозначит. Но если говорить честно, Великий мне нравится больше. Там и арок было больше экранизировано и сами события были более масштабными. Ну а чтобы скрасить свою печаль после просмотра последней серии, зацените фанатский сезон на канале Marvel's Человек-паук от Iron Spidey и его команды. Кстати, я там тоже кое-кого озвучил. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Вы помогаете мне постоянно улучшать контент. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ведь теперь у нас цель 50 тысяч подписчиков и мы потихоньку приближаемся к ней. Субтитры сделал DimaTorzok